Счастливый смс для 3669 петропавловцев. Именно такое количество жителей областного центра получит выплату от общественного фонда Бергемос. Он был учрежден по инициативе первого президента страны Нурсултана Назарбаева. 50 тысяч тенге положены жителям областного центра, а также еще 23 крупных городов Казахстана. Кто именно может рассчитывать на такую поддержку от государства, расскажем далее. Непримечательный снаружи, но очень уютный внутри. В этом доме живет Анастасия Гурьянова с четырьмя детьми. Предыдущее съемное жилье у этой семьи простором не отличалось, а здесь пространство больше. Несмотря на это, самые маленькие ее члены любят все вместе проводить время именно в этой комнате. Старших в перерывах между уроками не оторвать от компьютера. У ребят помладше свой досуг. Шестилетний Игорь Сони, она младше его на три с половиной года, не могут поделить плюшевую черепаху. Немного поспорив, девочка уступила и выбрала другую игрушку. А затем и вовсе села на колени мамы. Женщина не может похвастаться большим заработком. Сейчас в связи с карантином и его не стало. Из-за нового вируса на время потерял работу и ее бывший супруг. Узнала 50 тысяч, я узнала в инстаграме. Ну я думала, как опять это не получу я ничего. Но получается, я позавчера звонила сначала в соцзащиту. Они мне дали номер Нуратана. Я сразу туда звонилась. Она мне посмотрела список и говорит, да, вы есть. На первую очередь заплатить за жилье за мой месяц. Есть семь категорий, но в этих семи категориях есть подкатегория. То есть влияет все. Общий доход, там, допустим, тяжелая жизненная ситуация, обстоятельства. У нас сейчас три номера действуют. Три номера горячей линии. И на этих номерах мы отвечаем. А вы хотели бы узнать, есть ли вы в списке, да? Ну да, мы вот АСП получаем. Как будто ребятишек маленький. Дома я сижу. Сейчас муж тоже сработает. Проблема. С момента, как стало известно о выплатах из общественного фонда Бергемос, телефон городского филиала ведущей партии страны не замолкает ни на минуту. Такого шквала звонков здесь не было давно. У нас этот телефон на двух линиях получается. И звонки поступают одновременно. Где-то среднее поступление звонков около, наверное, мы за полчаса успеваем переговорить 20 человек. Узнать о выплатах из фонда, учрежденного по инициативе первого президента, можно в городском филиале партии Нуратан. По номерам, указанным на экране. Горячие линии работают с 9 утра до 6 часов вечера. По Петропавловску определены 3669 человек. Это люди по семи категориям определены. Это в первую очередь многодетные матери, которые получают АСП, инвалиды первой группы, матери, которые воспитывают детей инвалидов, тружеников тыла. Это всего лишь 11 человек, у которых пенсия самая низкая. И более 1100 человек, которые получают минимальную пенсию, ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним, их более 270 человек. Эти средства не подбежат со стороны банков, взиманию комиссионных, не должны удерживаться кредиты, другие задолженности, которые имеют граждане. Если арестованы счета, тоже не должны повлиять на то, чтобы этот гражданин полностью не получил сумму. 50 тысяч тенге полностью должен упасть на счеты. Североказахстанцы из районов на этот вид помощи рассчитывать не могут. Помимо Петропавловцев, 50 тысяч тенге из фонда «Бергемос» получат жители 23 крупных городов страны. Дарья Пашмынцева, Жулузбек Ермуканов. Новости МТРК.